Информационные итоги дня подводим в эфире ОТС в студии Александра Ширудила. Добрый вечер. Начнем с главных тем выпуска. Мои дети ездили в технопарк, достойно выступили. Мы заняли первое место во всероссийском конкурсе по определению флобоноидов в растениях. Лучшие сельские учителя предлагают новые проекты и делятся опытом, какие нововведения помогут улучшить образование в регионе. Организаторы признаются, им было важно стать первыми. Им это удалось. Площадь мурала более 300 квадратных метров. Достижение будет зафиксировано и занесено в Книгу рекордов России. Люди программируют, а дроны создают произведения искусства. Чем уникален мурал, появившийся на стене технического университета? Где-то она вот такая масштабная, как в «Глобусе». Здесь идет ремонт, который стоит несколько десятков миллионов рублей. Масштабная реконструкция, новый главный режиссер и премьеры по классике. Что готовят в «Глобусе» к 94-му сезону? Форум «Технопром» с каждым годом становится все более представительным. Это уже известная площадка для сбора ученых, технологов, инноваторов, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью нашему телеканалу. В этом году «Технопром» значится в официальном календаре мероприятий под эгидой правительства нашей страны. У форума есть официальная страна «Партнер Беларусь» и регион-партнер «Республика Башкортостан». Да, Башкирия официально заявила свое партнерство, но вы видите, здесь присутствуют своими стендами и Нижний Новгород, и Томск, и Омск, и Тюмень. Вообще принимают участие оперативные данные по итогам вчерашнего дня делегаций из 80 регионов нашей страны и из 40 государств. Кстати, тоже впервые китайская делегация здесь присутствует в мощном составе и на выставке присутствуют стенды. То есть они были раньше, наверное, в частных группах, да? Да, они присматривались, а сегодня высадились с достаточно серьезной командой. Это интервью записано в выездной студии ОТС в Новосибирском экспоцентре. Каждый день оттуда мы выходили в прямой эфир с самой свежей и оперативной информацией о технопроме, а также беседовали с гостями форума. Полную версию интервью с губернатором Андреем Травниковым можно посмотреть на YouTube-канале ОТС Лайв. Педагоги знают, как лучше. В преддверии нового учебного года сотни победителей и участников конкурса «Сельский учитель» из районов Новосибирской области собрались, чтобы обсудить перспективы развития школьного образования и обменяться опытом. Какие инициативы предложили, узнала Светлана Шевченко. Новая школа от успешных практик к устойчивому развитию. Сегодня в съезде «Сельский учитель» в рамках партийного проекта «Единая Россия» участвуют педагоги-новаторы. Учитель начальных классов Анастасия Понафидина из Черепановского района победила в номинации «Современный урок». «Современный урок» сегодня тот, в котором сочетаются различные виды деятельности, в котором учтены и интересы ребенка, и при этом нормы образовательных программ, зонпинов и любых других документов. Конкурс «Сельский учитель» проводят с 2020 года. За это время более 500 человек приняли участие. Есть преподаватели, которые подавали заявки не один раз. Из их числа Николай Эпифанцев, биолог из Кыштовского района. Он получил приз за лучшую педагогическую идею. Работа была связана с охватом детей, вовлечением их в проектную деятельность через предмет биологии. В следующий год проект был более расширен, и у меня было уже что показать. Мои дети ездили в технопарк, достойно выступили. Мы заняли первое место во всероссийском конкурсе по определению флавоноидов в растениях и охотник за микробами. Вместе с коллегами из Новосибирской области участие в конкурсе принимают и учителя подшефного региона Беловодского района Луганской народной республики. В 2020 году мы инициировали проведение такого конкурса «Сельский учитель Новосибирской области». В первую очередь для поднятия престижа учителя как такового и сельского педагога в том числе. Сельский учитель не всегда остается работать на селе, а нам важно сделать так, чтобы сельский учитель хотел работать именно для наших сельских ребят. Сельский учитель и городской учитель работают в разных условиях. И сельскому учителю важно продемонстрировать свое мастерство именно среди своих коллег. Делегаты предложили новую номинацию «Герои из нашего села». Она поможет узнать о сельских героях войны и труда, в том числе об участниках специальной военной операции, а также о вкладе педагогов в воспитание патриотов. Очень приятно, что второй год вместе с нами педагоги беловодских школ. Для нас самих это очень важно. Ну и я рад, что действительно конкурс не просто живет, он расширяется, он наполняется и участниками, и повесткой. Безусловно, мы в течение последних лет и благодаря нацпроектам, и благодаря нашим областным программам, серьезно дополнили инфраструктуру школ, материальную базу, дали дополнительные возможности. В декабре стартует прием заявок на конкурс «Сельский учитель-2023», а в декабре определят победителей. Светлана Шевченко, Валерий Павлов, Новости ОТС. 35 тысяч заявлений на дистанционное голосование подали жители Новосибирской области. Оформить электронный бюллетень можно через портал Госуслуг до 4 сентября. После того, как человек проголосовал, то есть отправил, нажал кнопочку проголосовать, подтвердил свой выбор, этот бюллетень уже обезличивается, зашифровывается, попадает в общую обработку с применением блокчейна, попадает вот в эту обработку и в разные еще центры обработки данных. То есть никто не знает, где этот бюллетень будет. И только потом, когда завершается голосование, уже в обезличенном виде, с помощью дешифровки, а дешифровка происходит с помощью ключей, и идет обработка уже непосредственно данных без персонификации. Чтобы проголосовать дистанционно, у вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. В разделе «Выборы» заполните заявление. Когда его обработают, статус поменяется на «Учтено ЦИК России». Дальше остается лишь зайти в день голосования на сайт, адрес которого вы видите на экране, и нажать кнопку «Участвовать». Важно, что если вы решили проголосовать дистанционно, то сделать это на избирательном участке уже не получится. Первый в России. В Новосибирском техническом университете открыли арт-объект «Эволюция 3.1». Мурал, величиной более 300 квадратных метров, теперь украшает здание спортивного корпуса НГТУ. Финальный этап создания композиции наблюдала Алена Зенина. Работники заряжают новую порцию краски, дрон через минуту поднимется в воздух. Остались небольшие детали. Рука человека к рисунку не притронулась. Все создает дрон-художник. Здание НГТУ выбрали не случайно. Арт-объект отражает жизнь университета. Создается моя работа, то есть можно сказать, там авторский стиль мой определенный. Но здесь я разные элементы использовал, которые связаны и с институтом, и с технологиями, и с дронами. И с этим конкретно дроном он там должен сам себя нарисовать тоже. И там андроид, такой заместитель человека, который на планшете управляет им. Такой набор разных элементов, знаете, как в ансамбле складывается. Работа над Муралом началась в конце июля в рамках интенсива «Архипелаг-2023». Собрали команду специалистов со всей страны. Задача стояла сложная. Да, искусственный разум нарисует все самостоятельно, но его нужно направить. Мы разработали систему позиционирования для дрона, которая позволяет нам определить, где он. И систему регулирования, которая позволяет нам провести дрон точно по той траектории, которая нужна, с той скоростью, которая нужна, чтобы краска легла хорошо. Мурал – это разновидность живописи на архитектурных сооружениях, неотъемлемая часть современного дизайна. Но этот объект уникален. Никогда раньше дрон-художник не создавал изображения таких больших размеров. Беспилотники использовали лишь для покраски зданий. Работы технической, но никак не творческой. Организаторы признаются, им было важно стать первыми. Им это удалось. Площадь Мурала – более 300 квадратных метров. Достижение будет зафиксировано и занесено в Книгу рекордов России. Алена Зенина, Валерий Павлов. Новости ОТС. Ленинск-Кузнецкую трассу перекроют на несколько часов. 27 августа движение будет заблокировано с полуночи на 3,5 часа. Участок дороги перекроют от границы города Новосибирска до Раздольного. Это связано с монтажом одного из пролетов строящегося пешеходного моста. Территориальное управление автомобильных дорог просит водителей быть внимательными и руководствоваться объединенными знаками на время перекрытия. Вы смотрите новости ОТС. Далее в нашем выпуске. Снаряд весом 23 килограмма нужно поднять. На вытянутых страх подержать как можно дольше. Довольно увеситая штука. Мы просыпались очень рано и сразу же у нас начиналась культурная программа. Больше всего мне запомнился музей волконских декабристов. Он предназначен для наблюдения за различными астрономическими объектами, в том числе Солнцем и Луной. Но чтобы увидеть падающие звезды или метеорные потоки, такое приспособление не нужно. 26 августа во дворах Новосибирска Территориальные общественные самоуправления проводят праздник. День соседей. Присоединяйтесь. Сегодня Новосибирск стал одной из 26 площадок фестиваля «Русское лето за Россию», который проводят по всей стране. Станислав Блинов увидел церемонию открытия и стал одним из активных участников праздника. Музыку в Центральном парке Новосибирска слышно издалека. Стартует фестиваль «Русское лето за Россию». Сам фестиваль начнется минут через 10-15, ну а пока сам человек на сцене проводит одни из хедлайнеров фестиваля группа «Симбэ». Вот так ставится, она спиксируется, ты нажимаешь и все. Работаем недалеко. Увидели акцию, зашли и даже приняли участие. Открытки подписали уже. Что написали? Бойцам. Пожелания от души, от сердца, чтобы быстрее возвращались с победой. Ждем их. Ждут дома, ждут друзья, ждет страна. Для гостей фестиваля работает несколько площадок. Мастер-классы, танцы, единоборство и силовой спорт. У нас будет в программе удержание молота, упражнение из армлифтинга, жим-лежа и под конец перетягивания канавы. Мы это все объединили, как раз, чтобы сделать шоу, чтобы показать публике, что силовые виды спорта – это интересно. Чтобы все попробовали. Одно из упражнений спортивной площадки из арсенала силового экстрима называется «Удержание молота». Снаряд весом 23 килограмма нужно поднять, а вытянув сюда, подержать как можно дольше. Довольно увеситая штука. Давай, 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 держи, 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 держи. Локти, локти выпрями. Время. Вы на грани отмечаете свой город, и пусть другие города видят, как здорово было у нас здесь. Несмотря на огромное количество музыки, фестиваль «Русское лето» нельзя назвать в полной мере музыкальным фестивалем. Кроме спортивных соревнований, есть уже традиционная выставка вооружения и палатка Народного фронта, где можно на открытке написать свое послание бойцу СВО или даже записать видеообращение. Желали бойцам, что желали? Силы и мощи. Это же от сердца идет, от души. Мы переживаем за них, за наших воинов. Желала скорейшей победы над врагом. Желала скорее возвратиться домой живыми и невредимыми нашим бойцам. Тяжело победу далось? Мы начали победу, а так-то, ну, просто. Но мы же должны быть примерами для детей своих, поэтому нам нужно показать, что мама может. Фестиваль стартовал в два часа, и чем ближе к концу рабочего дня, тем больше народу становится на площадке. Ну а закончится сегодняшнее мероприятие грандиозным рок-концертом, на котором выступят сегодняшние хэтлайнеры, рок-группа 7Б и Сергей Бабунец. Ну а русское лето продолжается. Станислав Блинов, Родион Токарев, Новости ОТС. Путешествия на каникулах в удовольствие. Используя студенты Новосибирского государственного университета с ограничениями здоровья и оставшиеся без попечения родители, вернулись из поездки на Байкал, организованный социальным управлением вуза. Что сделало каникулы незабываемыми, выяснила Алена Кузина. Алексей Кузьменко, студент 4-го курса экономического факультета НГУ. Представитель соц. отдела и организатор праздников для первокурсников. Про тревел проект «Байкальские каникулы» узнал из интернета. Подал заявку, прошел отбор и вот он уже в поезде Новосибирск-Иркутск. А вместе с ним еще 50 ребят заняли целый вагон. Я познакомился с очень хорошими людьми. Это просто золотые люди. Таких прям искать нужно, но там буквально скопление таких людей. Общение было просто в удовольствие. Еще очень запомнились непосредственно сам Байкал. Природа – это что-то восхитительное. С 2005 года в НГУ реализуют инклюзивные проекты для ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Студенты путешествуют по стране, знакомятся с городами, историей, культурой и бытом. Золотое кольцо России – Ялта, Санкт-Петербург. За это время проект расширил географию и круг участников. Присоединились отличники, общественники и молодежь науки. Те, кого отметили на факультетах. То есть прежде чем запустить проект, я к нему достаточно долго готовлюсь. Я действительно смотрю интересные локации. Я подбираю тех экскурсоводов и те объекты, которые были бы интересны ребятам именно нашего университета. Девять насыщенных и незабываемых дней. Поход в горы, сплав, мантры под ночным небом и очень вкусная рыба. На Байкале мне очень понравились то, как, в принципе, у нас были организованы дни. То есть мы просыпались очень рано и сразу же у нас начиналась культурная программа. Больше всего мне запомнился музей волконских декабристов. Плюс мне очень понравилась наша порогулка на катере на Ольхоне. Мы ездили по разным островам. После поездки ребята продолжают дружить, общаться и вспоминают байкальские каникулы с особыми эмоциями. А впереди учебный год и новые проекты. Алена Кузина, Андрей Дулепов, Новости ОТС. В разгар строительного сезона особенно высок риск приобрести некачественный бетон. Пятая часть этой продукции на рынке Сибири – фальсификат. Чем опасны его применения и где гарантируют качество стройматериала, узнал Александр Сульдин. В летние месяцы в Сибири стремительно растут объемы сбыта некачественных бетонов и растворов. Например, эти фундаментные блоки изготовлены из смеси, приобретенных в ходе проверочных закупок специалистами компании «Сибирский бетон». Под контролем эксперта Новосибирской торгово-промышленной палаты. Образцы исследовали в независимой лаборатории. Было зафиксировано отклонение как по качественным характеристикам бетонной смеси – это по удобоукладываемости, так и по количественным – это объемы. Испытаний на прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и подвижность образцы также не прошли. А значит, на грузах не выдержат и объекты, возведенные с применением этого бетона. Будь то дом, гараж или дача. Такие постройки могут обрушиться в любой момент. Чтобы этого не случилось, строить нужно из качественных материалов. Производство бетона – сложный технологический процесс. Качество продукта можно проверить только в специальных лабораториях. Поэтому мы рекомендуем потребителям быть бдительными, не гнаться за низкой ценой и приобретать бетоны у проверенных поставщиков. После покупки требовать чек и документ о качестве. Чтобы обеспечивать необходимые параметры каждой партии стройматериала, «Сибирский бетон» строго контролирует качество сырья и готовой продукции. Выдерживаются 7,28 суток. 7 – это промежуточный возраст. И 28 суток – это проектный возраст бетона, после которого давятся образцы. И мы узнаем истинную прочность бетонов. Давят вот таким прессом. Нагрузка намного больше, чем будет в готовом здании. По оценкам аналитиков, в 2023 году потребление бетона в Сибири увеличится к уровню прошлого года примерно на 6%. И очень важно, чтобы эту долю заняла продукция добросовестных производителей, а не фальсификат, использование которого опасно для жизни и здоровья людей. Александр Судиньев, Евгений Павлов, Новости ОТС. Три мушкетера «Горе от ума» и лаборатория по Тургеньеву. В «Глобусе» сегодня прошел сбор труппы, на котором артистам рассказали о планах на 94-й сезон. Театр входит в него с новым главным режиссером Константином Яковлевым. Сейчас в здании и на прилегающей территории идет ремонт. Когда театр откроет двери для зрителей, выяснил Алексей Кудинов. Территория вокруг «Глобуса» сейчас напоминает строительную площадку. Масштабную реконструкцию здесь проводят впервые с момента постройки здания. На это выделено около 30 миллионов рублей. Еще 11 потратят на ремонт пандусов. Мы меняем 4000 квадратных метров прилегающей территории. У нас была очень старая, избитая, разбитая поверхность. И сейчас все будет в новой тротуарной плитке. Но не такой примитивной, как мы привыкли тротуарной, а высококачественной, которая, я так думаю, украсит театр. Пандусы с западной и восточной стороны вымастят уральским мрамором, появятся новые клумбы. На улучшение материально-технической базы театр потратил 19 миллионов рублей. Совершить масштабные работы планируют к середине октября. Но сезон по давней традиции начнут 1 сентября. Правда, запускать зрителей поначалу будут через вход со стороны Октябрьской. Первая премьера не заставит себя ждать. Ирина Камынина ставит спектакль о времени и любви, варшавскую мелодию. Мы будем готовить премьеры и на большой, и на малой сцене. Плюс у нас возникает проект инклюзивного театра. Это непосредственное общение со зрителем. Все это мы начинаем готовить уже буквально с сегодняшнего дня. Весь творческий состав вышел из отпуска, и мы начинаем готовиться. Новый главный режиссер театра свою первую работу, постановку «Три мушкетера», представит в ноябре. В этом сезоне репертуар пополнит еще несколько спектаклей по классике. «Горе от ума», «Сказка о золотой рыбке». В театре выпустят две новогодних постановки и «Историю о бездомных собаках» по повести советского писателя Константина Серегенко «До свидания о враг». В планах провести лабораторию по Тургеневу, в которой примут участие студенты и артисты театра. Будут и гастроли. Накануне трупа вернулась из Красноярска. Глобус уже ждут в Ульяновске, Барнауле и Екатеринбурге. А в декабре театр проведет 15-й международный рождественский фестиваль искусств. Алексей Кудинов, Сергей Жданов, Новость ОТС. В Новосибирске стартовала неделя празднования Дня Соседа. Все будни и выходные во дворах торжества и чествования активистов. Что объединяет нынешних соседей, узнал Константин Клещин. Лучше сосед вблизи, чем брат вдали. Эта библейская истина как нельзя лучше подчеркивает суть праздника. Жителям мегаполиса надо помочь убрать барьеры между собой. Они условные, где многолюдно человек непроизвольно хочет отстраниться. Объединяет же общее дело и цели. Например, активисты ТОС «Центральный» не первый год собирают детей на каникулах. Летом в июне работал трудовой отряд. Мы приглашаем детей, собираем 10 человек из малообеспеченных семей. И стараемся приучать к труду. И мало того, все-таки понимаем, что это лето, что у них это время отдыха. Стараемся куда-то и свозить. В зоопарк или в кино сходить, или еще в какой-то музей сходить. Так что во дворе на улице Крылова собрались не только соседи, но уже единомышленники. Например, готовят посылки в Донбасс. А так как у людей большая поддержка от городского совета, то этот праздник по сути проводы своего депутата, который отвезет груз в новые районы России. Я уезжаю в Луганскую область для восстановления, да, восстановления мемориала там и красногвардейцам, и погибшим защитникам села, и воинам, и селянам. И там еще есть один чертанков – новосибирец. То есть он ушел за сыновьями, поддерживая их. Сыновья вернулись, а он получил ранение и не вернулся. Другой лейтмотив – празднование Дня соседа в этом году – юбилей мегаполиса. Памятными медалями наградили активистов территориального общественного самоуправления. Это те, кто помогает организовывать жизнь соседей. Константин Клещин, Сергей Жданов, Новости ОТС. Сегодня, 24 августа, день падающей звезды, когда яркость метеоритного потока достигает своего пика. Где лучше наблюдать за явлением и какие желания загадывают сибиряки, узнала Екатерина Петровичева. Падающие звезды. Звучит довольно романтично. Однако, с точки зрения астрономии, правильнее сказать – метеорные потоки. Явление нечастое. А традиция загадывать желания при виде падающей звезды никуда не ушла. Метеорный поток Персеиду увидеть в Новосибирске можно еще несколько дней до конца лета. А пик пришелся на ночь с 12 на 13 августа. Тогда количество падающих звезд доходило до 60 в час. Само слово «метеор» означает небесное явление. И под этим явлением мы понимаем пролет космической частички, которая оставляет после себя яркий след в ночном небе. Они выпадают из космоса. Там достаточно много космического материала, неземного происхождения. Но, влетая в атмосферу, они настолько нагреваются, что, раскаляясь, начинают очень ярко светиться. Высота загорания частиц может доходить до 120 километров над Землей. А яркий свет, который мы видим в небе – это область вокруг метеора, бывая диаметром до 100 метров. Линзовый телескоп-рефрактор – достояние новосибирского планетария. Он предназначен для наблюдения за различными астрономическими объектами, в том числе Солнцем и Луной. Но чтобы увидеть падающие звезды или метеорные потоки, такое приспособление не нужно. Достаточно просто, чистого ночного неба. Телескоп не пригодится, а вот бинокль взять не помешает. Если вы решили понаблюдать за падающими звездами, следует придерживаться нескольких советов. Тепло одеться, взять горячий напиток и шезлонг. Прождать можно долго. Кроме того, лучшие звездопады можно застать во вторую половину ночи. Наша планета поворачивает таким образом, что мы оказываемся впереди нее по ходу движения, словно мы едем в машине и смотрим на лобовое стекло. То вот здесь как раз большая вероятность увидеть метеоры, потому что как раз мы, летя по треку нашей орбите, будем, можно сказать, собирать на себе все, что тут будет мелькать. Это словно мушки, которые попадают на лобовое стекло автомобиля. Главные условия для наблюдения за падающими звездами – открытая местность и хорошая погода. Идеальный вариант – ясная безлунная ночь. Вы знаете, я уже давно не видела падающих звезд, если честно. Но если бы она, я бы увидела, то я бы, наверное, загадала здоровье, и чтобы не было войны, чтобы все было у нас хорошо. Новосибирцы не изменяют традиции загадывать желания при виде падающей звезды. Когда видишь, загадываешь желание. Как вообще относишься к таким, Юрине? Ну, я достаточно мало видела в своей жизни падающих звезд. И когда я их видела, я, конечно же, думала и загадывала желания по поводу, возможно, даже учебы, какой-то жизни и так далее. Ну, я в это верю как бы. Редко это еще в детстве я видел. Не загадал желания. Ну, не буду говорить. Ну, если бы увидели, мы бы, наверное, загадали желания. Успели бы. У нас такое интересное событие. Я никогда не видел. Ну, я знаю, что в августе бывает. Я два раза видел. Ты видел? Да, два раза там. Когда мне было где-то 6 или 5 лет. В далеком детстве. Следующий метеорный поток Драконида в Новосибирской области можно будет увидеть в октябре. Наблюдать его лучше с северной стороны, вне мегаполиса. Екатерина Петровичева, Андрей Дулепов, Новости ОТС. На сегодня это все темы. Оставайтесь с нами в эфире в группе ОТС Горсайт ВКонтакте. И до встречи. Субтитры предоставлены управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии. Своя квартира с готовым ремонтом в новых матрешках от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Девелопер Вира. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. Отличного настроения и до встречи.